В Якутске прошел второй по счету открытый диалог власти, недропользователей и представителей коренных малочисленных народов. На заседании обсуждались проблемы и решения этнологической экспертизы, которая должна проводиться промышленными компаниями на местах их деятельности, где проживают коренные народы. Евгений Тайтонов продолжит. Закон об этнологической экспертизе в Якутии был принят в 2010 году, а на уровне муниципалитетов, где недропользователи ведут свою деятельность, начала реализовываться с 2015 года. 11 этнологических экспертиз проведено в республике Саха-Якутия на сегодня. Финансирование данной экспертизы должны провести недропользователи, которые должны вести производственные работы. Газпром-геологоразведка на территории республики работает на пяти лицензионных участках. В этом году компания представила свой проект этнологической экспертизы, которая будет исследовать влияние строительства трех разведочных скважин на исконную среду мест проживания коренных малочисленных народов Севера в Мельненском районе. Буквально вчера у нас состоялось заседание экспертной комиссии, которая рассматривала наш проект. Комиссия вынесла положительное заключение по реализации проекта. Для нас это был первый опыт, очень значимый. Безусловно, мы будем продолжать сотрудничать в этом направлении. Но, к сожалению, не все промышленные компании готовы идти навстречу к местным жителям. На открытой переговорной площадке «Коренные народы. Промышленность. Власть» глава Ломыхлинского наслега Кобяйского района рассказала, что вот уже второй год безуспешно пытается убедить представителей компании «Ян-геология» сотрудничать с местным населением. Закон нормативный. У нас говорит, что аналогическая экспертиза должна быть заключена до начала деятельности. Вот они работают на нашей территории, на наших пастбищах. Это летний маршрут восьмого стада. Но ничего, никакую помощь, взаимодействие, сотрудничество с ними у нас нет. Надо усиливать, видимо, правоприменительную практику. Надо говорить о том, что сегодня это звучало уже о мерах и прокурорского воздействия. То есть надо вообще говорить и привлекать больше. И чем больше будет вот таких площадок, на которых эти вопросы будут обсуждаться, то этот процесс станет нормальное русло и заработает в полную силу. Следующий открытый диалог власти, недропользователей и представителей коренных народов пройдет 14 декабря. Сейчас уже идет речь о рассмотрении не только материальных аспектов деятельности компании, Мои ущерби наносимы на культуру и обычаи коренных малочисленных народов Севера. Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.